Здравствуйте, уважаемые телезрители! В программе «Путь истинной жизни» мы продолжаем говорить о Боге, о человеке, о жизни. В одной из последних передач с протереем Олегом Кобицем, настоятелем Преображенского кафедрального собора Белгорода, мы начали разговор о грехах. Отец Олег дал богословское определение греху. А сегодня с настоятелем Смоленского собора Белгорода, протереем Павлом Вингольдом, мы продолжим этот разговор. Отец Павел, вот часто можно слышать, человек говорит, я не убил никого, не ограбил, не украл, у меня никаких грехов нет. И более того, продолжая эту мысль некого человека, о котором вы говорите, я хотел бы сказать, что спаситель, какое он ко мне имеет отношение, от чего меня спасать? Ведь я же безгрешен, как говорят некоторые, и думают про себя. И зачем о нем вот так высоко говорит церковь, называя его Христом, пришедшим искупить грех? Ну я-то не грешен, пускай другие его ждут, пускай иные ему радуются, а я вот останусь так, как есть на самом деле. Это глубочайшее заблуждение, потому что на самом деле во всяком человеке грех присутствует. Я вспоминаю всегда, как в свое время владыка рассказывала нам о своей первой встрече с нашими гимназистами из первого набора. Сейчас это уже взрослые люди, имеющие семь, некоторые священниками стали. Так вот, кто-то из них тогда сказал о грехе, это то, что обижает Бога, то, чего Бог не хочет. Вот самое точное было определение, что воистинно устами младенца глаголит истина. И вот человек, который о вами приведен в пример, рассуждающий так, он на самом деле уже тяжко согрешает, чем собственной гордыней. Он самодостаточен. Более того, он кичится этой своей самодостаточной, ему никто не нужен, посмотрите. Он сам по себе, никакой спаситель, никакой Христос, приходящий в мир, вот в Рождество совсем мы с вами недавно праздновали, ему не нужен. Он не понимает этой нашей радости, он не чувствует необходимости в спасителе. Это гордыня. Это, знаете, это самый главный, основной грех, пожалуй, из-за которого все, собственно говоря, и происходит. Все страсти разжигаются, все то, что разрушает духовную природу человека и близость его к Богу, этим низвергается гордыня. Это, я бы сказал, это тот корень, на котором возрастает, если хотите, раскидистое такое древо нашего самоинобытия, вне Богобытия. И вот на это древо, чем больше на нем ветвей, понимаете, ответвлений всяческих в виде страстей, низменных, полунизменных, ну, всяких, самых разных, тем больше на него садятся, как птицы, вот наши согрешения, ежедневные, ежечасные, в слове, в деле, в помышлении и так далее. То есть, вот если мы этот корень истечем гордыню, то и дерево расти не будет, и не будет вот таких вот ответвлений. На самом деле это. Вероятно, надо различать гордыню и гордость, ведь мы гордимся успехами своих детей, допустим, какими-то достижениями. Или это один корень? Вы знаете, вот от гордыни до гордости бывает дистанция великого размера. А от гордости до гордыни очень маленькая как раз. Поэтому все то, что содержит в себе вот этот корень, слово горд, гордость, гордыня, они вещи есть очень опасные. Да, мы можем гордиться успехами наших сыновей, но мы можем, или дочерей, мы можем уповать на успехи наших спортсменов, испытывать гордость за это. Но вот это иногда приводит к тому, что мы начинаем ощущать себя выше, статуснее других людей, понимаете. И вместо того, чтобы расти, казалось бы, хороший, гордиться собой, мы затмеваемся вот этой своей мнимой славой и начинаем приходить в упадок. Так было многократно уже. И, собственно говоря, что такое гордость, на самом деле, или гордыня? Это же ведь производная от нашей с вами свободы. Вот как мы свободы? Что такое свобода, надо бы спросить. Когда-то определяли, что свобода есть непознанная необходимость. Это немецкие диалектики философы так говорят. Что есть свобода? Где есть? Если это свобода, то могут ли быть у нее границы, на самом деле? И вот границы как раз-таки определяются отсутствием гордыни, наличием гордыни, собственно говоря. Понимаете, если есть гордыня, то свобода нам кажется безграничной. Я сам могу, вы сделаетесь как боги. Ведь на это же были пойманы наши пращуры Адам и Ева. Будете как боги. Вот чего им не хватало. И здесь мы должны с вами упомянуть один из грехов, в котором на самом деле никто никогда не признается. Знаете, какой это грех? Зависть. А почему никто никогда не признается, как вы думаете? Ведь смотрите, на самом деле Адам и Ева, эти они согрешили именно в гордыне своей чем. Первая ступенька – зависть. На что их поймал враг спасения рода человеческого? На зависти. Будете как боги. Им было хорошо с богом? Да, конечно. Они испытывали неземную радость, райское наслаждение. Каждый день, каждый час, с ее минутой общаясь с богом на самом деле. И как было бы хорошо, если бы они сами стали как боги. Вот на это они и были пойманы. Зависть, она в них присутствовала. Они хотели быть как боги. Ну так отведайте вот этого плода. И все за этим череда. Обманы, лжи. Ты виноват, ты виноват. Да это в конце концов, виноват ты, Господь. Потому что ведь ты создал Еву, ты создал этого змея. Да и яблоко это тоже твое. Вот за что они были не звери. Зависть самый страшный на самом деле. А почему мы не сознаемся? Да потому что, если мы сознаем, что я завидую, это значит, что... Что получается? Что я ощущаю в себе некое недостоинство. Как же? Я горд собой. И вдруг я должен сознать, что рядом есть кто-то, кто лучше меня. Кто выше меня. И всякая зависть, это есть отступление на самом деле от воли Божьей. Потому что каждый человек, он создается богом по любви. Приходит в этот мир по любви. В зависимости, конечно, от любви своих родителей. Но и по любви Божьей, потому что мы знаем, что ведь множество семей не имеет детей. Особенно сейчас это видно хорошо. Но если ты родился на свет, ты пришел в мир именно таким, каким достаточно тебе быть. Со всеми талантами, которые только ты имеешь. Со всеми особенностями своего характера. Внешности даже, которые только ты имеешь. Понимаете? И когда ты завидуешь по гордости своей кому-то, это значит, что тебе кажется недостаточно мне Бога, да. Я хочу быть лучше. Ты опровергаешь тем самым промысел Божий о себе самому. Вот в чем дело. И никто никогда не сознает, что я завидую, да. Потому что это означало бы, что он дает себе отчет в том, что он не совсем такой, как он хотел бы казаться другим людям. Понимаете? Поэтому вот он завидует. У того лучше, у того больше. А что вслед за этим возникает? Вот череда грехов, если хотите. Смотрите. Я позавидовал, значит, я ему буду желать зла. Ах, вот. Смотреть за его там ошибками. Все, все. И это даже приводит, знаете, на бытовом уровне к таким каким-то магическим действиям, символическим действиям. Ходят к бабушкам, ко всяким нехорошим. А вот меня там обедают. Как бы мне сделать, чтобы меня там вот... Я лучше. А у этого успехов больше. А символические действия, они предполагают, что вот это вот злонамеренное наблюдение. Как он там? Ну что там? Ах, чихнул. Ах, заболел. О, слава богу. Нельзя. Это же другой грех, понимаете. Гнев. Клевета потом, да. Распространение слуха вся. Посмотрите, кому вы там верите, с кем вы... Кого вы слушаете. Ведь он такой-сякой там, немазанный, сухой. Бывает сплошь и ряду во всех средах. И все из зависти. Вот в чем дело. Вот вы сказали гнев. Давайте немножко подробнее об этом грехе. Ведь иногда человек, ну действительно, какими-то действиями другого человека или какими-то обстоятельствами возмущается. Да. И все-таки мы все подвержены гневу в каких-то определенных моментах. Так и раздражаемся мы, на самом деле, довольно часто. И по любому поводу, понимаете. Но заметили ли вы, я обратил на это внимание, что в последнее время вот этот гнев, способность гневаться, она как бы воспринимается даже как некое достоинство. Вот человек не держит внутри себя все это, вот он изливает сразу. А это грех, это страсть, на самом деле. И не случайно вот апостол Павел, в известном вам послании, Каримфин, глава 13, так много говорит о любви, да? Как о противоположности того, что мы называем своими людьми. Любовь долго терпит, например. А гневный человек, чего он терпит? Он никогда ничего не терпит. Он сразу раз там. Не ищет своей оси. Ах, это не наш, да еще там не так смотрит на меня, да еще что-то сказал. Гнев, да? Ну и множество, это вот надо почитать просто, перечитать это вновь. И мы найдем там свойства любви, которые противоположны гневу. Так если мы гневимся, значит мы что, не любим? А ведь Бог есть любовь, все по любви создается на самом деле. И он ради любви к нам, он приходит в этот мир, чтобы нас с вами спасти. К тому человечку, который говорит, мне ничего не надо, я не грешу. Все мы грешим, с к сожалению. Это испорченная наша внутренняя природа. И поэтому к ней прилепляется, к этой природе только то, что вредит нашему спасению. Но мы должны через эти дебри внутри себя пробираться, смотреть в себя, познать самого себя, говорил один из мудрейших древних философов. И гнев это да, раздражительность это свойство нашего ненормального на самом деле состояния. Вот опять возвращаясь к зависти, продолжая эту цепочку, да, которая заканчивается иногда даже вот убийством, да, физическим устранением объекта. Посмотрите, сколько людей у нас существует вот брюжащих, недовольных, гневающих. Почему? Это внутри, в них сидит вот этот червячок зависти. Не так, как я хочу, не так. Не обращает на меня внимания. И вот он бедный в стрессе. Надо на исповедь идти, не к психологу, не к психоаналитику, а к тому, кто может тебя спасти, к Христу, через таинство покаяния, избавиться от этого вот мрачного наследия, того первого греха, который совершили Адам и Ева. Он во всех нас присутствует, понимаете. Нельзя сказать, что меня не посещает гнев. Бывает, конечно, я в этом тоже каюсь. Нельзя, может быть, я себе могу сказать, что я не завидую никому. Это правда. Вот искренне говорю, мне чуждо это совершенно чувство. Хотя, вы знаете, даже вот доктринально, вербально можно... Доктринально я имел в виду, что во многих религиях, например, в исламе даже есть, или там улам тибетских, есть рассуждение о том, что есть зависть низшая, вот о чем мы говорим, которая вызывает. А есть какая-нибудь, ну как в русском языке вербально мы говорим, белая зависть. Вот белая зависть, она вроде как может подвигнуть тебя на какое-то самосовершенствование и так далее и тому подобное. Но опять же корень-то в том, что ты не признаешь за Богом право наделять тебя тем, что тебе нужно, именно тебе нужно для спасения. У него другое, у тебя третье вот третье, а у тебя такое. Вот эти качества развивай, понимаете? Я всегда, обращаясь к тому примеру, приходит к нам в сентябре, в августе записывается в воскресную школу, а у нас она, как известно, с музыкальным уклоном там. Да вот мы хотим туда, хотим сюда, но только вот мы не можем, музыка нет. У нас в семье медведь всем на уху наступила. Подождите, ну как же, уши есть. Ты меня слышишь, Вася? Да, я слышу хорошо все. Ты ноту знаешь? Да, знаю все разбирать. Это все равно, когда мне говорят, приходят женщины, надо кормить молоком, детятя. Нет, у меня, как, у тебя есть все для того, чтобы кормить грудью. Грудь-то есть все, значит, ты чего-то не доделала, не хочешь заниматься. Вот и все. В тебе все есть. Нет, я хочу, как у другого. Нет, я хочу, занимайся тем, что сам собой, что в тебе есть. Вот на самом деле. Еще какие грехи мы можем называть? Господи, от зависти, да вы сами можете. Вот гнев, да, мы перечислили. И еще дальше что? Ложь, клевета и так далее, и так далее, и тому подобное. Все, все вот в этой коробке сложено, коробка, так сказать, Пандоры. А вот сребролюбие. О, интереснейший, значит, пример, опять же, с завистью. Есть такая притча, вот я ее напомнили замечательно. Некий, скажем, правитель решил в себе разобраться, что же вот, какой грех страшнее, зависть или сребролюбие. И вот он пригласил представителей одного и того, и другого греха, так сказать. И сказал, вот я дам другому в два раза больше, чем попросит тот, кто будет говорить первым. Чего вы хотите? Скажите. Но помните, что я следующему дам в два раза больше, чем вы попросите. Представляете, какая мука, да? Сребролюбие там сидит, я сейчас скажу, 100 сиклей серебра, а этот получит 200. И вот они сидели и не знали, кому как начать. И тогда правитель сказал, ну-ка ты, который страдает завистью, чего ты хочешь? И тот, недолго думая, сказал, выколи ему, выколи мне один глаз. Тут немало удивился, как же, член вредительства такой, ну, ты же сказал, что тому вдвое больше будет. Вы понимаете как? Вот такая ситуация. По сути дела, мы находимся каждый раз вот в таком выборе. Что такое сребролюбие? В нынешнее время полагает на себя, взваливает на свои плечи бремя понимание того, что с деньгами я все могу. Сребролюбие – это, значит, тот же завистник. Человек, который думает, что я за деньги сейчас все куплю. И красоту там, и успех в политической какой-то деятельности, и успех в коммерческой деятельности. За деньги, да, все-все там, там-там-там-там. Тоже это проявление зависти, на самом деле. Уж если речь пошла вот о таких историях, я вспомнил еще одно. Был такой греческий тиран, интересный, кстати говоря, сам по себе объект исторического исследования, Дионисий Старший. Их было два. Дионисий Старший и Дионисий Младший, сын его младший. И оба они были тиранами. Но такими, знаете, философствующими тиранами жили они во времена великого греческого философа Платона. У Дионисия Старшего, это народ слышал, и, может быть, даже не догадывались, откуда это выражение пришло, был среди многих царедворцев любимчик по имени Дамокл. Слышали, конечно, это имя. Дамоклов меч, да, и так далее. Вот что это такое? А как это было? И он был особо приближен к Дионисию. Почему? Потому что, ну, умело льстил ему, там, вместе они там вечеряли и так далее. Все это было благостно, все это было хорошо. И однажды он произнес фразу, которая последовала, которая стала источником вот следующих там приключений его. Он сказал Дионисию, ну, вот ты такой-сякой, ты самый счастливый из всех смертных. А надо же было так случилось, что у Дионисия в это время болел живот. О чем Дамокл знать, скажем, не мог. И он начал его подозревать в неискренности в какую-то. Он думал, что они с ним в одном духе совершенно. Ну, как, у меня живот, говорит, ты меня самый счастливый называешь и смертный. И он решил его испытать. Каким образом? А надо сказать, что Дамокл-то, ведь он хотел большего все время. Он хотел и почести, и славы царских. Ему не было недостаточно того, что из рук царя доставалось. Он ему завидовал другими словами. Он говорит, я отдаю тебе, Дионисий, отдаю тебе вот на один день все то, что принадлежит моей славе. То есть ты садись в царский трон, ты принимай там гостей, ты участвуй в пирах и так далее. На что тот с радостью согласился. Он этого разделил, понимаете. И вот в разгар пира, а Дионисий сидит там подаль, очень скромно, незаметно. В разгар пира вдруг Дамокл замечает, что публика-то как-то не на него смотрит и не очень-то радуется, а смотрит куда-то поверх его головы. И когда он поднял голову, он увидел, что на тоненьком конском волоске из гривы, знаете, висит страшный, хорошо наточенный меч, который от колебаний воздуха колышется. И этот волосок готов порваться, и вся тяжесть металла отточенного, закаленного, сорвется и ударит в угол, сокрушая. И череп, и кости, и все. Ничего от этого не останется сейчас от Дамокла. И он в ужасе отпрыгивает от этой опасности, но в тот же момент понимает, что на самом деле все относительно, и завидовать нечем. То есть мы должны довольствоваться тем, что имеем на самом деле, на что нас Господь поставил, чему мы должны верно служить. Не завидовать, не хотеть еще большего, не развивать в себе какие-то страсти, а помнить о том, что Господь есть любовь. И еще очень важное напоминание, тоже вот оно из свято-отеческой литературы, и многократно вы, наверное, и зрители наши слышали, о том, что, постигая любовь Божию, мы должны себе понимать, что вот солнце, оно же над хорошими и плохими людьми восходит, по-нашему, не плохими. Оно всех освещает, всем дарует свое тепло. Так и Господь всех любит. Если мы собрались в одно время, в одном 21-м столетии теперь уже, вместе в городе Белгороде, прекрасном, на просторах Святого Белогоря живем, так это значит Богу нужно для чего-то. Есть общая цель. Жизнь наша должна быть с помощью собственных усилий устрояться еще лучше и лучше, понимаете. И завидовать мы должны. Только Богу всемогущему, который все это устрояет. А мы его инструменты, мы его орудия. А главное – любовь. Отец Павел, как человеку преодолеть грех? Вы знаете, каждый человек индивидуален в грехонаследовании и в преодолении этого греха. У всех по-разному. Но опять вот история такая, знаете, когда злой, ни к чем не человек, богатый, очень чванливый и так далее. Но вот однажды его сердце сжалось, и на улицу он бросил, даже не подал, краюху хлеба, просившему нищему об этом. И когда он умер, понимаете, во время мытарств, когда ему предъявляли все его согрешения, и он в отчаянии думал, что все, пропало, он уйдет в ад, вдруг ангел положил на весы Божьи вот эту вот краюшку, понимаете, которая перевесила все его многочисленные грехи. Вот он преодолел себя таким образом, от противного. Другой может преодолеть, значит, какой способ? Ну, твори благие дела, подражая вот этому человеку, который таким образом спас. Превозмогай себя. Иди от противного. То есть, если ты болтлив без меры, я всегда говорю таким, иди за алтарем, найди несколько камушков. Обратите внимание, у нас там очень чисто, никаких камушков, ничего нет. Найди несколько камушков, положи себе под язык, и вот, значит, и ходи так. И захочешь что-то там высказаться, гневно тем более, а камешки тебе помешают. И ты, да, махнешь рукой. Раз, сдержишься, два, сдержишься, а потом уже это войдет в привычку и так далее. То есть, ну, от противного действовать надо. Злой ты, значит, испытывай свою доброту, ищи то, чего в тебе не достает. Зависливый. Вот что делать с завистью. Ну, пускай это будет белая там, как Лама, Далай-Лама говорит, белая зависть, которая тебя подвинет к каким-то добрым делам. Но не переходи вот эту границу. Клеветы, там, распространение слухов, прочее, прочее. Но в любом случае, верующий человек должен все-таки осознавать свой грех, да, и идти на исповедь. Конечно, безусловно. Собственно, исповедь это и есть, вот, место очищения, на самом деле. Угошение страстей. Потому что по-гречески, оно, метаноия, означает состояние после того, как ты исповедался. Не сам момент исповеди важен. Вот у психоаналитика говорят, проговори, проговори, что ты там, что там, что ты внутри там. И, собственно, аналитик интересует вот этот вот момент. А не то, как вы себя будете чувствовать. Нас интересует устроение нового человека уже без греха, то есть за пределами, метаноия. То, что произошло уже, он покаялся в этом все. Иди дальше и не согреши. Как Господь говорит, иди больше не греши. Да будет, да не будет тебе худшего. Ну что ж, отец Павел, спасибо вам. Спасибо за эту беседу. Я думаю, что нашим зрителям было интересно. Сегодня мы беседовали о грехах с настоятелем Смоленского собора Белгорода протеереем Павлом Вингольдным. Спасибо, Господи. Спасибо вам за внимание. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин